Многие, да очень многие, наконец-таки поняли, что проще шашлык замочить, чем платить бешеные деньги за его изготовление. Ведь по сути, как получается, 200 грамм мяса вы покупаете за 270 рублей. Грустновато, да? Тупо перемножаем на 5 и получается, что почти 1500 рублей за килограмм. При этом его даже и не мочат. Солят, перчат и продают вам. Шашлычок у нас начинается с чего? Шашлычок начинается с мяса. Покупать сверхдорогое мясо в варианте я бы не стал. Есть другое место. Кстати, Мираторг. Сколько? 10-700. 10-700, отлично, отлично, да. Есть другое место, Мираторг. Вы это все дело прекрасно знаете, Мираторг рекламируется. К сожалению, я попытался с ним переговорить, не получается, поэтому 10 килограмм, да? А сколько по денежкам? 350-350. Все, сейчас тебе дам. Вот. Купила там мясо. Вот. С Мираторга покупают мясо все. Цена вопроса достаточно невысока. Причем вы покупаете мясо, как вот я, допустим, себе взял разделочное мясо, да? Ну, там, вырезку и карбонат без косточки. Вот. А также в Мираторге продают и тушами, понимаете? Вот. Эти туши, естественно, с Ростова. Вот там, где мясо растет. У нас мясо вообще не растет. Хотя не знаю, как вот Ариан это мясо выращивает. И цена вопроса. Обошлась мне максимум. Получается... Спасибо большое. Так, вот это, да? Все, спасибо большое. Ага, окей. Вот. То бишь, 3,5 тысячи я взял 10 килограмм мяса. Нормального, хорошего мяса. Вот. И, а где подешевле лук берется? Самый дешевый лук я взял вот здесь, база зеленая, 33 рубля. Ну, крутизна. Самый простой вариант. Где я беру приправу для своего шашлыка? Я беру, естественно, в центральном крытом рынке, в одном-единственном месте. Потому что вот только здесь 20 лет я получаю эту приправу неоднократно. Что я здесь беру? Я здесь беру кинзу, базилик и аджику. Вот прямо здесь. Сколько мне надо, столько и нужно. То есть на сегодняшний день я хотел своим ребятам показать, что количество мяса на мой день рождения будет 10 килограмм. Говорю, на 10 килограмм дайте мне кинзы, базилика и аджики. Конечно, жаль, но не всегда вы возьмете и кинзу, и базилик. Но, с другой стороны, все это можно взять в развес. Если я всегда вкусно мой печен. А, очень вкусно должно быть. Вот. И еще, так, мне рожек нужен будет. И два угля, ладненько. Ладненько. И сколько будет удовольствия все? На 100 рублей, супер. На большее. Да. Потихонечку вот так получается, да? Со скидкой. Со скидкой. Вот видите, как хорошо, когда меня здесь узнают. Ложи копыла, большой или нет? Рожек небольшой, маленький. За 80 рублей можно взять. То бишь, мы там купили кинзу, базилик и аджику. А здесь добавляем специи. Так же мы находимся, где? Мы находимся в центральном крытом рынке. Вот. Что вы считаете? Все, давайте посчитаем. Сколько? 300 рублей. 380 рублей. Два угля, да? Да, два угля. Вот здесь мы все и берем. Главное, здесь меня прекрасно понимают. Потому что благодаря кризису я стал мясо есть в разы чаще. Ракис, тебе помогут готовить шашлык? Ты хочешь готовить шашлык помочь? Давай-ка переоденься тогда. Это будет достаточно сложно. Вот. Все то, что мы купили. Вот. Приносим к себе домой. Вообще никаких проблем не возникает. И начинаем все это дело резать. То есть потихонечку режем кинзу, потихонечку режем базилик. Вот. Для чего все это делаю? Для одной простой проблемки. Я не хочу потом все это дело перед каждым замесом разрезать. Вот и все. Через некоторое время мы будем резать лук. И плавно все это дело укладывать. Вот надо понять, да, что 10 килограмм просто так все это не делается естественным образом. Вот. И придется достаточно долго все это дело распиндорить. И если кто-то может сказать, что если вы делаете 10 килограмм мяса, то это все 3 секунды делает. Нет, поверьте мне. Я сейчас много готовлю. В одной простой причине, потому что это гораздо дешевле, чем все это покупать. То есть я лобби готовлю. Вот. Лобби у меня получается, вот со всеми тараканами, да, во-первых, гораздо дешевле, чем я купил бы его, да, во-вторых, я же сам готовлю, правильно? То есть цена вопроса. На крытом рынке, на зеленом крытом рынке я купил себе лобби по 90 рублей килограмм. Все, потом делаю. А потом ее вкушаем. Ну, готовится, конечно, очень долго. Примерно столько, сколько вы готовите шашлык. Потому что шашлык замочить, в принципе, не так уж дорого. Вот. И не так уж долго, если есть мясо. Но потом же надо пожарить его. Ну, тут не получается все. Когда я говорю, сыну не мешай, не в том, есть факт, что как бы он может мне помочь. Пускай помогает. Но в связи с тем, что Максим пытается снять все это дело на видеокамеру, Вот, я говорю, что лучше не мешать. Потому что если будет сыну помогать, то это будет немножко другая промежуток времени, понимаете? Я сильно-сильно люблю своего сына. И все делают для того, чтобы у него было все. Но! В некоторой части вопроса лучше мне все-таки не мешать. Потому что иначе мы начнем протормаживать. А протормаживать нельзя. Хотя с другой стороны, нам-то какая разница. Мы работаем по YouTube, и можно хоть 250 секунд об этом рассказывать. И минут в том числе. Это же YouTube. Это суперовское событие про YouTube. Раз я начал так беседовать, сейчас расскажу. Так вот, что по сути-то? По сути, мы можем очень много чего рассказать. Потому что это же YouTube. Вот, я могу очень долго все это дело объяснять и показывать. Почему я сейчас... Три секундочки. Сейчас мы получше замочим. Вот так, вот так. А, вот. Получается. Сейчас. Попробуем. Вот так. Получается... Эй! А, сын, хочешь помочь? Ну, подожди секундочку. Я же еще не сделал то, что нужно было. В костюре. Еще рано. Еще рано. Еще рано. А, в тарелочку девка скидай. Да, это геморройчик, но каков результат? Почему я все-таки раздетый? По одной простой причине. Сейчас я начну резать лук. А тогда будет счастье не очень хорошо. В том смысле, что я буду плакать. Буду плакать долго-долго. Потому что я мочу замечательный шашлык. То, что я вам сейчас продемонстрировал. Вот я взял кинзу и базилик. И аккуратненько все это делаю. Здесь вот. Нарезал. Вот. Когда мне говорят, что шашлык делается быстро. Нет, это не быстро шашлык делается. Шашлык, пока вы замачиваете, потом еще и жарите. Это такая трагедия, по сути. Так что нет. Нет. Вот. Люблю я, естественно, шашлычок. Но это не есть часто. Не есть часто. И мы его готовим на мой день рождения. То есть вот мне сегодня исполнилось 2015 год. Мне исполнилось 42 года. Вот. И сейчас расскажу, потому что это YouTube, естественно. Вот. Что мы можем делать? Во-первых, благодаря YouTube я могу вам рассказать о своей замечательной болячке. Болячка была очень нехорошая. И она, по сути, как бы, ну... Будем считать, что я ее стараюсь отодвинуть от своего замечательного конца. Дело в чем заключается? Все мы рано или поздно крякнем. Все-все-все крякнут. Не смотрите на меня. Все вы крякнете. В том числе. Вот. 65% крякнет людей от онкологии. Ты же, пожалуйста, ничего не делаешь. Я посмотрел. Поверьте мне, так оно и будет. Вот. Но в отличие от того человека, у которого онкологии нету, я знаю точно, что случится. В связи с этим я пытаюсь каким-то образом продлить свое существование. По одной простой причине. У меня есть маленький сын. А так, по сути, вот я сейчас скажу, но я этого говна в жизни, знаете, сколько насмотрелся? И говно я каждый божий день работаю. Потому что 95% людей, с которыми я общаюсь, они не очень хорошие товарищи, поверьте мне. Это работа такая. Вот. Когда-то мы работали, и было хорошо. С Хевовскими работал. С Валерием Гемельверта. Кстати, вот шашлык от Валерия Гемельверта. Вот. То бишь, мы знаем, от чего мы умрем. И каждый божий день, мы, каждый год, я стараюсь это дело с людьми, своими родными. Просто объяснить, что... И еще я с вами пожил. И дай бог, чтобы так оно было и дольше. Вот. Шашлык, естественно, имени Валерия Гемельверта. Вот. Он это дело объяснил. Ничего я, собственно говоря, не придумываю. Кинзу базилик я сделал. Приправы вот они здесь. Вот. Аджички я также взял на 10 килограмм. Вот. И потом все это дело мы будем месить. Вот. Вот. Мясо я взял дешевое. Потому что нам покупать дорогое мясо смысла нет. Какой смысл платить бешеные деньги. Взял побольше. Зато будет вкуснее. Вот. Ну, а вот теперь мы начинаем, собственно говоря, шашлык. Вот. Сейчас объясню, как делается шашлык. Вот. Вы берете 10 килограмм лука. Вот. Я сейчас буду... Буду я сейчас почти плакать. Потому что это же лук. Вот. И потихонечку начинаете нарезать. Еще раз объясняю, что лук вы берете столько, сколько вы берете мяса. Потому что ваше мясо мочится где? Мочится в луке. Лук является замечательным бактерицидным агрегатиком. Вот. И благодаря луку ваше мясо ничего с ним не случится. Вот. Пока я... Ха. Вот. Вот. Ну, нормально получается. Еще я сейчас плакать буду. Ой-ой-ой. Вот. И перед тем, как я еще не заплакал, вот, мы переговорим о следующей процедуре. Вот. Сколько могут россияне жить? Любые россияне, мужчины, женщины и все остальные люди. Есть несколько степеней, когда вы можете на тот свет отправиться. Первая степень. Это на тот свет вы можете отправиться в... Где-где-где? В армии, естественно. Если у вас что-то там нехорошо. Номер 1. Ну, примерно 19-20 лет. Если прожили дальше, то вот вам время, когда отправился на тот свет. Вот. Ломоносов. Не Ломоносов, как же? Максим, скажи, пожалуйста. Вер. Лермонтов. Вот, точно. Из головы всего вылетает. Представляете, тут операция была. Вот. Вот. Лермонтов 28 лет. Вот. Прожили. И дай бог, чтобы дальше прожили. Вот. Иисус Христос. Это самый главный человек. Я, естественно, верующий, православный верующий. Когда мне говорят, верующий ли ты, я говорю, да, однозначно. Мне тут один товарищ начал втирать. Какой главный праздник? Во-первых, главный праздник, это все-таки рождение Христова. Вот. А не Пасха. Пасха это праздник иудейский. Вот. Если кто-то не читал. Вот. Я читаю часто. Вот. И как бы вам все-таки надо было понять, что то время, когда Иисус Христос жил, то есть он показывал, что он является частью Трисвятого. То есть Папа, это и был его. Это он был. Просто Папа выдал своего сына для того, чтобы он, ой, как хорошо-то, вам показал, что надо веровать в Бога. Естественно, надо веровать в Бога. И то, что с ним случилось, это, конечно, трагедия. Представляете, да? Ни за что, ни про что человек так попал, не по-детски. Но мы пережили этот возраст. Вот. Также пережили и Александр Сергеевич Пушкин. Вот сегодня я переживаю, 42 года я переживаю возраст Владимира Семеновича Высоцкого. Вот. А дальше начнем другие вещи. То есть надо еще пережить. Миронова надо еще пережить. Майкл Джексон, вот уже начинается. Будем стараться переживать. Будем работать вместе с вами. Будем вам показывать процесс лечения. Ну а пока, ну а пока. Вот я сейчас первую покажу, дальше нет, потому что дальше все. Дальше уже и Максим тоже плакать начнет, поверьте мне. Вот. Как все дело замачивается? То есть вот мы лучок нарежем и потихонечку, вот так аккуратненько. Тут надо понять, что каждый следующий слой мяса должен быть покрыт слоем лука. А лук это самая лучшая штука в нашей жизни. То есть фитонциды его это просто что-то с чем-то. То есть если мясо моченное в луке, то никаких проблем у вас не возникнет. И о том, что микрофон будет хорошо работать тоже, нам без разницы. Мы же все-таки на ютюбе работаем, да ведь? Вот так плавненько мы... Мы... Вот смотрите, сейчас покажу. Да что же тут такое. Это просто супер, если честно. Когда ваши глаза начинают потеть. В смысле они начинают не то что потеть, это называется слезы из глаз. Да, еще и из носа такое что-то начинает капать. А вы так и не говорите, что шашлычок делается просто. Нет. Ах, красота. Это я вам просто немножечко сейчас покажу. Вот сейчас. Так вот набросаем первую часть. И покажем. Вот так вот для начала. Вот, теперь возьмем тот замечательный Мироторговский мяско. Вот, я взял вырезку, я взял карбонат. Вот. В связи с тем, что я не собираюсь людей кормить ненормальным мясом, мы не спеша все это дело порежем. И естественным образом оно не спеша и приготовится. Поэтому вот такие мелкие куски это не есть. Не надо этого делать. Вот такие кусочки у нас будут. Так, стоп. Это уже не получается. Сейчас включу. О, да. Супруга мне говорит, что нам побыстрее будет в саду. Да я говорю, никаких проблем не будет. Сейчас, 3 секунды вы поедете. О! Вот такую штуку берем. И начинаем резать. Так, вот так вот. Да, сына. Что ты хочешь? Посмотрите, слезы что ли? Ну да, слезы вот такие есть. Как вы хотите, брат. Вот такое мясо. Вот такое мясо будет. Насаживаем спокойненько и будем жарить. Вырезка, между прочим. Не всякая фуфрень. Нормальная вырезка. Чтобы вы поняли, да? Когда вы будете там мясо покупать. На базаре там или еще где-то. Так вот, нормальная вырезка располагается не на хребте, поверьте мне. Нормальная вырезка располагается... Это часть, внутренняя часть мяса, которое идет от хребтины изнутри до... Как эта штука называется? Короче, до туда, где эти... Ножки задние. Они небольшие, вот такие штучки. Вот сейчас покажу, как эта вырезка называется. Вот, вот такая вырезка. Вот, вот. Это вот Мираторг. Если что-то другое, она будет поменьше. Естественно, и другого размера будет. Вот и все. А, хорошо. Сейчас еще кислый линкольн поедет, мясо у меня поест маленькое. Вот, сейчас закончим уже все-то, делал процедурку. Вот, также взял карбонат. Вот он такой, карбонатик. Вот, и мы сейчас его сделаем. То есть у нас будет, во-первых, шашлык. А во-вторых, мы будем его на гриле готовить. То есть я вот так его делаю. То есть в этот раз, извините, не получится. На косточках ничего сложного в этом нет. Будем есть карбонат нормальный. Вот так мы его примерно делаем. Вот. Сейчас я вам покажу. Сейчас еще один кусочек сюда. Так вот, вот так вот. Больше отговоров не будет никаких. Больше я в следующий сюжет вам покажу, как мы все это дело будем готовить. Это будет завтра, 19-го числа. Вот. То есть ты мне за следующий работа. А все за поработают. Вот видите, немножко этот. Вот, соль. Чуть-чуть вот так. Берем. Соль. А тут такая штука возникает у меня. Я штуку эту взял в Индии. Очень острая штука. Вот. Ох, сейчас вспомню, как это называется. Виндала такая штука. Виндала. Нет. Нет. Перец он по-другому. Вот. Чуть-чуть немножко. Виндала. Все. Теперь следующим образом. Вот. Берем аджичку. Так. Аджичку так вот берем немножко. Открываем. В связи с тем, что девушка куда-то испарилась, а я ей сказал, приготовь все это дело. Ну, это их проблемы были. Не мои. Ну, у другого человека взяли аджичку. Вот. И понемножечку вот так вот. На каждый кусочек. Добавим аджички. Вот так вот. Так, нормально. Вот. Для суперовского арабата. Вот. Назай базилик. Немножко. Так, примерно. Так делается. Вот. Ну, и, естественно, специи, которые мне подарили. Вот. Откроем совершенно просто. Берем специи вот так. Берем. Берем так вот так хлопаны. Так, немножечко. Все. Ну, вот, собственно говоря, и есть тот шашлык, который я вам готовлю. То есть, так же можете готовить. Вопросов не должно быть никаких. Забудьте про всякие маринады и все остальное. Нет, ничего подобного. Просто в луке мучите и получаете замечательный результат, которым потом наслаждаетесь вот с молодым человеком в том числе.